В информационной студии телеканала Север Иван Никонов. Здравствуйте, в эфире новости. Сразу два ДТП со смертельным исходом произошли на этой неделе в Ненинском округе. Одно из них в поселке Искателей ночью 1 апреля. Получить водительское удостоверение стало сложнее. С 1 апреля в силу вступили новые правила сдачи экзамена для кандидатов в водителя. Сохранить историю музею поселка Харута исполняется 39 лет. Изначально узадумывался как музей истории школы, но впоследствии стал достоянием жителей поселка. Сразу два ДТП со смертельным исходом произошли на этой неделе в Ненинском округе. Одно из них в поселке Искателей. 1 апреля около 3 часов ночи на автодороге поселка Искателей Наринмар водитель 1994 года рождения, управляя транспортным средством ВАЗ-21310, не учел дорожные и метеорологические условия, утратил контроль над управлением транспортным средством, совершил съезд с дороги с последующим наездом на осветительную опору. В результате ДТП от полученных травм водитель скончался на месте происшествия. Еще одно ДТП со смертельным исходом произошло в начале недели, 29 марта. Около 20 часов на 186-м километре автомобильной дороги Наринмар-Усинск на подъезде к поселку Хорягинский. Водитель 1989 года рождения, управляя транспортным средством КАМАЗ-4310, не учел дистанцию до впереди идущего транспортного средства и совершил столкновение с КАМАЗом с полуприцепом. В результате ДТП водитель автомобиля КАМАЗ-4310 от полученных травм скончался на месте. По данным фактам, сотрудниками госавтоинспекции проводится проверка. ГИБДД по Ненецкому округу призывает водителей не превышать скоростной режим, быть максимально внимательными на дороге в период смены погодных условий. Не забывайте о том, что дома вас ждут родные. В регионе выявили три новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, заболевших жителей Наринмара и поселка Красное. Детский сад в поселке Красное закрыт на карантин до 9 апреля. В его помещениях проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия. Причиной закрытия стало выявление двух лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции у сотрудников. Все остальные образовательные организации Ненецкого округа работают в штатном режиме. С начала пандемии в регионе официально зарегистрированными случаями заболевания COVID-19 являются 1085 подтвержденных случаев. На сегодняшний день на лечении под наблюдением находится 20 пациентов. Из них в стационаре получают лечение 6 человек, на амбулаторном 14. Напомню, что в Ненецком округе действует режим повышенной готовности, масочный режим. Для прибывающих в регион двухнедельная самоизоляция отменена. Посты и педконтроля в аэропорту и на Лаевожской дороге сняты. В округе продолжается вакцинация населения от COVID-19. Привито порядка 8,5% жителей. На столбиках термометров держится плюсовая температура. Из-за таяния снега зимник на Ринмар-Усинск закрыт для всех видов транспорта уже третий день подряд. Автозимник на Ринмар-Тельвиска также закрыт для всех видов транспорта. Уточнить информацию по зимникам на Усинске и Тельвиску можно по телефону диспетчерской службы централизованного стройзаказчика 2-30-76. Подробную информацию о состоянии зимних дорог вы найдете на телеграм-канале «Дороги и зимники нау». Напомню, обслуживанием зимника на Ринмар-Усинск в нынешнем сезоне занимается ЗАО «Транстрой». Дорогу до Тельвиски обустраивает и содержит общество «Автомаркет». Ненецкий округ и МТС наметили совместные планы по цифровому развитию региона. Руководитель аппарата администрации региона Андрей Блащинский, директор филиала МТС в Архангельской области и Ненецком округе Григорий Бедрин провели рабочие встречи, в ходе которой стороны наметили направление сотрудничества в рамках реализации цифровых решений для развития инфраструктуры округа. Стороны обсудили возможности модернизации социально-экономической инфраструктуры региона с использованием аналитики бигдата и стимулированием развития технологических производств на территории Ненецкого округа путем реализации ряда инициатив компании. Стороны также коснулись вопросов сотрудничества в сфере экологии, формирования и развития IT-инфраструктуры в области образования, здравоохранения и ЖКХ, а также партнерства в социально-культурной сфере. Одним из ключевых направлений взаимодействия было отмечено развитие телекоммуникационной инфраструктуры региона. В течение 2020 года МТС практически в два раза расширила магистральный канал передачи данных, а также заменила оборудование на 100% базовых станций в регионе. Помимо дальнейшего увеличения покрытия сети, стороны обсудили также сотрудничество в сфере реализации национальной программы по цифровизации малых и удаленных населенных пунктов. В марш-бросок на лыжах участники военно-патриотического клуба «Белый медведь» вновь отправились в экспедицию. Марш-бросок ежегодно проходит вот уже с 2015 года. Однако в прошлом году поход был отменен из-за эпидемиологической обстановки. Тогда был запланирован масштабный маршрут протяженностью 1205 километров – Наринмар, Архангельск, река Сиха. Теперь же семь студентов и руководитель группы Василий Терентьев пройдут по маршруту Наринмар, Красная, Осколково, Турбаза, Хановойся, Наринмар. Мы – наследники Великой Победы. Мы должны продолжать чтить память наших дедов и прадедов, уметь защищать свое Отечество. Целью сохранения исторической памяти подвига алинотранспортных эшелонов, целью военно-патриотического воспитания, целью привития любви и уважения вооруженным силам Российской Федерации, мы сегодня совершаем марш-брусок с новым составом воспитанников военно-патриотического клуба. Старт переходу дал губернатор Ненинского округа Юрий Бездудный. Он выступил с напутственными словами и пожелал патриотам хорошей дороги. Совсем немного времени остается до Дня Победы. Но чтобы этот Победный май состоялся, миллионы людей бились на фронтах. Миллионы людей, десятки миллионов людей работали в тылу. А в Заполярье формировались алинотранспортные батальоны, которые в тяжелых арктических условиях шли для того, чтобы дойти до Карельского фронта и вносить свой клад в победу. Ребят, я желаю вам, чтобы этот марш-брусок состоялся удачно, чтобы вы дошли до цели, как и наши прадеды, которые прошли этот сложный путь. В завершении мероприятия прошло возложение цветов к памятнику подвига участников алинотранспортных батальонов. С 1 апреля в силу вступили новые правила сдачи экзамена для кандидатов-водителей. Экзамен, который и до этого был достаточно волнительным, стал еще сложнее. О том, какие нововведения были приняты, расскажет Елизавета Кабанова. Получить водительское удостоверение стало еще сложнее. На вовведении объединили два экзамена – город и площадку. Теперь все элементы должны выполняться кандидатом-водителем во время движения по городским улицам. Что касается Наринмара, то не все упражнения смогли перенести с площадки, так как в столице округа отсутствуют подходящие места. Эстакада, параллельная парковка и въезд в бок с задним ходом было решено оставить на площадке. А что касается изменений в системе штрафных баллов, сейчас бы я уже не сдала экзамен, так как у меня не пристегнут ремень. Перенос нескольких элементов в город позволит проверить навыки кандидата на получение водительского удостоверения в более реальных условиях. С учетом нововведений были утверждены новые маршруты. В них учтены дороги с малоинтенсивным движением и те участки, на которых количество машин и пешеходов сведено к минимуму. Система штрафных баллов также претерпела изменения. Да, в систему изменения штрафных баллов также внесено много коррективов. Если сейчас у нас все баллы подразделялись на 1, 3 и 5 штрафных баллов, то теперь отдельным блоком у нас сделаны 1 балл, 2 и 3. Также отдельным блоком у нас выделены нарушения, при допуске которых кандидат водителей сразу же поставляется, сзанки не сдал. Процесс обучения остался тот же. Кандидаты-водители будут практиковаться в выполнении элементов на площадке, как было и раньше. Сам учебный план не меняется, а сдача, да, конечно, будет сложнее. Почему? Потому что, во-первых, два экзамена объединили в один, и, во-вторых, если сейчас сидит инструктор, учитель этого ученика за педалями, он знает возможности этого ученика, он знает, где, как сможет этот ученик проехать, лишний раз на педали не нажмёт. То теперь инспектор будет сидеть за педалями и принимать экзамен. Экзамен и раньше был достаточно сложный. По стране процент сдачи равен 26. В нашем же округе он составляет всего 14. Впрочем, есть и хорошая новость. Теперь получить водительское удостоверение можно с 16 лет, но с согласия одного из опекунов. На одной волне со слушателями радио Север-ФМ сегодня принимает поздравления с четырёхлетием. Первый эфир состоялся 1 апреля 2017 года. О том, чем живут сегодня радищики и какие планы строят на будущее, в интервью рассказала шеф-редактор Север-ФМ Анастасия Саботович. Сегодня радио исполняется 4 года. Анастасия, расскажи, пожалуйста, ты помнишь момент, когда было принято решение его создания и сколько времени у вас ушло на то, чтобы родить наше радио Север-ФМ? Когда я пришла на работу в 2014 или 2015 году, я уже сейчас не помню, было радио на Ринмар-ФМ. Мы вещали врезками на дорожном радио. И вот уже тогда были разговоры о том, что разрабатывается именно чистота и в планах начать создавать своё радио собственное, которое будет вещать 24 часа в сутки со своими программами. То есть мы сможем делать прямые эфиры. То есть были такие грандиозные планы. И это как-то всегда было на уровне разговоров. Ну вот нам там где-то согласовывают чистоту, когда-то это будет. А когда реально согласовали, просто пришли и сказали, ребят, ну вот всё, у нас есть чистота и по закону как-то очень мало времени есть, чтобы что-то начать делать. Потому что если ты не начнёшь вот в этот временной промежуток вещать, то я у тебя обратно заберут. А потом неизвестно, дадут снова или нет. Поэтому у нас было... Мы были, конечно, очень рады, но при этом мы столкнулись с такой очень большой глобальной задачей. И очень быстро как-то переформатироваться и начинать что-то делать, создавать. Тогда мы понимали, чего не хватает. То есть у нас была русская музыка в большом объёме, да, работало русское радио, где только русская музыка. Мы вещали на дорожном радио, где, скажем так, была... Ну, возрастной... Возраст слушателей дорожного радио, он как бы был довольно-таки высоким. То есть это было 45 плюс, там, 40 плюс. И то есть у людей не было альтернативы. А тогда... Кстати, я вот сейчас анализирую, что в 2017 году мы практически мало... Только контактом, наверное, пользовались. Не было там всех этих платформ. И люди действительно слушали радио, слушали радио онлайн. То есть радиостанции что-то типа Рекорда, Европа Плюс, Лаврадио. То есть мы слушали, мы понимали, что нравится нам, что нравится людям, что нужна иностранная музыка, нужна и русская популярная музыка. И вот мы попытались создать вот в музыкальном плане именно вот такую какую-то вот сборную солянку, скажем так. А если брать именно контент, что выходит на радио в плане программ, то, конечно, самая наша была главная задача – это новости. Это информация, это то, что мы можем делать быстро, оперативно, каждый час. То есть если работая в резком внедорожном радио у нас было, ну, ограниченные промежутки, то есть мы не всегда могли выйти, что-то сказать, ну, какую-то оперативную новость, потому что нам, ну, как бы, непозволительно было это сделать, то именно на оперативность, на новости вот была основная наша задача и упор. Но так как мы все люди творческие, без этого было бы нам очень сложно и неинтересно, наверное, мы начали вести прямые эфиры. То есть мы… Такой задачи нам никто никогда не ставил, скажем так. Это инициатива, инициатива наказуема, как мы знаем, поэтому сейчас прямые эфиры – это такая неотъемлемая часть нашей жизни. Произошел, правда, небольшой сбой из-за того, что была пандемия, как бы вот мы ушли с прямых эфиров, и очень сложно было вклиниться обратно, очень сложно после перерывов и отпусков тоже вклиниться вот в эту работу, потому что помимо прямых эфиров еще очень много программ маленьких, да, которые, как бы кажется, они идут там 3-5 минут, но на самом деле они очень много времени занимают именно в производстве. Но прямые эфиры – это, наверное, такая отдушина, творческая, наша любовь. И какие планы у вас на пятый год своей жизни? Какие-то, может быть, новые проекты планируете запустить? Мы вообще вчера, когда с ребятами думали, нам же день рождения, сколько нам лет, мы почему-то вообще забыли. Мы думали, что нам 3, но в том году мы год пропустили из-за пандемии, оказалось, что 4, и следующий год у нас юбилейный. И это так, это как дети, вот они растут, ты своего ребенка не замечаешь, что он там растет быстро, а когда ты встречаешь своих знакомых, думаешь, ничего себе, у тебя ребенок-то какой уже взрослый, ничего себе, как он уже вырос. Вот так же и радио, то есть ты вроде, ну как бы вчера только начинали делать, а у тебя уже 5 лет. Конечно, хочется, чтобы развивалось, конечно, хочется, чтобы приходили новые люди к нам в команду. И я думаю, что главная цель следующего года, очень хочется нам сделать не только прямые эфиры родильные, но и выйти в интернет, сделать видеализацию, чтобы зрители могли нас не только слушать, но и видеть, что происходит. Со следующей недели у нас будут приходить гости, которые будут играть живые концерты. У нас студия – это музыканты, у нас была такая практика, и мы начинаем ее возобновлять. Я надеюсь, что все у нас получится, все будет хорошо. Поэтому, если вдруг артисты нашего округа хотят прийти к нам на радио и сыграть живую, пожалуйста, звоните, пишите, мы всегда очень рады к сотрудничеству. Ну и, конечно, мы очень ждем свою команду людей, молодых, креативных, классных, говорящих. Мы бы с радостью вообще кого-нибудь взяли, чтобы дальше двигаться. Движение – это жизнь. Сохранить историю. Музею поселка Харута в этом году исполняется 39 лет. Изначально он задумывался как музей истории школы, но впоследствии стал достоянием жителей поселка. О том, как собиралась коллекция эксклюзивных экспонатов, в материале моей коллеги Натальи Дуркиной. Работа пролетарского Хасида Харт, 17 мая 1933 года. Один из самых взрослых экспонатов – рубанок от мастера столярного дела. Он прекрасно дожил до нашего времени благодаря кропотливой работе хранителей музея. Изначально музей задумывался как школьный музей, музей истории школы, но на сегодняшний день у нас собран большой материал и о нашем поселке, о его организациях, о тружениках, которые работают в этих организациях, об участниках Великой Отечественной войны, об эти традициях народов, которые населяют нашу территорию – это немцы, коми, русские, о достопримечательностях нашего края. От школьной формы до патефона, от бивней животных до минеральных пород – всё это достояние жителей поселка Харута, собранных в музее. Коллекция копится и приумножается вот уже 39 лет. Ещё тогда, в начале своего пути, учитель истории Валериан Канев образовал музей в маленькой комнатушке. Теперь же масштабы коллекции увеличились в разы, как и само помещение. Ну, первоначально основные экспонаты, большинство, было собрано самим Валерианом Константиновичем. Ну, а потом, конечно, стали многие приносить, и по сегодняшний день приносят, и мы очень рады всегда, с радостью это принимаем, эти экспонаты. Вот у нас в этом году, например, принесли старинную посуду деревянную. Это внуки Канева, Корнила Яковлевича, одного из старожилов нашего посёлка. А также принесли, как раз это было к юбилею Победы, пулемётную немецкую ленту. Значит, люди отдыхают в Белоруссии, и вот там, в белорусских лесах, они вот нашли, привезли нам в музей, подарили. Ещё одна интересная находка – бивни и зуб трагонтериевого слона. Их нашла приезжая экспедиция в окрестностях посёлка и передала в дар. В музее даже потолок имеет свою историю. Потолок у нас необычный, зеркальный. Первоначально эти плиты были использованы в оформлении нашего Дома культуры. Это было очень давно. А потом, когда там был проведён ремонт, они были сняты, и часть из них была использована для оформления нашего музея. Экскурсии, классные часы, тематические уроки – это и многое другое проходит в стенах музея. Его часто посещают жители и гости посёлка. Часто приходят выпускники нашей школы, очень любят смотреть фотографии. У нас есть собранные летопись школы – это фотографии, альбомы с фотографиями выпускников. Вот они очень любят смотреть эти фотографии, например, и вспоминать свои школьные годы. В богатом наследии музея бесчисленное множество экспонатов. Однако не все они выходят в свет, не хватает места. Поэтому в планах расширение границ. Наталья Дуркина, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север», посёлок Харута. Это были новости на телеканале «Север». Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...